Всем огромный привет! Сегодня готовлю пирог все по одному стакану. Легко запомнить рецепт и получается очень вкусный. А еще данный рецепт помогает разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод к новому сезону. За рецепт огромное спасибо моей подписчице Ирине. Готовлю уже второй раз. Первый раз готовила с вишней, сегодня со смородиной. Ингредиенты самые обычные. Итак, приступаем. Берем миску, разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, кладем 1 стакан сахара, перемешиваем венчиком. Вливаем 1 стакан кефира. Теперь кладем 1 стакан муки и 1 стакан манной крупы. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Теперь вливаем половину стакана растительного масла. У меня это 100 мл. Перемешиваем, тесто готово. По желанию можно тесто оставить на 30 минут, чтобы манная крупа набухла. Я этого не делаю, а приступаю к выпечке сразу. Форму смазываю растительным маслом. Теперь в тесто кладу замороженные ягоды 1 стакан. Я ягоды предварительно не размораживаю. Слегка перемешиваем, но не сильно и переливаем тесто на противень. У меня противень размером 19 см на 19 см. Кстати ягоды можно не добавлять в тесто, а разложить поверх теста. Все на ваше усмотрение. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 минут или ориентируйтесь по своей духовке. Хочу дополнить важную информацию. Пироги с замороженными ягодами часто у многих не пропекаются внутри. Это происходит из-за перепада температуры, так как холодные ягоды охлаждают тесто и пирог внутри может не пропечься. Поэтому как пирог зарумянится, проверьте готовность деревянной шпажкой. Если вдруг сверху он румяный, а внутри сырой, не стоит расстраиваться. Нужно прикрыть фольгой и оставить еще в духовке на минут 10 или ориентируйтесь по своей духовке. Под фольгой он быстро дойдет до готовности. Готовый пирог вынимаем из формы, даем остыть и приступаем к чаепитию. Мягкий, воздушный и очень-очень вкусный. Рецепт занесла в любимые рецепты и буду готовить еще не раз, а летом обязательно спеку со свежими ягодами. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт и конечно же подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!